В страсти Христову, что привело украинских националистов к стенам Киево-Печерской лавры? У них там какие-то правила, наверное, явно не Господь писал эти правила. Ни того прихода, по каким причинам украинский священник отказался отбивать погибшего ребенка и почему эта история спровоцировала протесты. Тепушки Интернешнл, как появились и почему снова вышли на свет украинские уличные политбанды. Картина по замыслу, страшно сказать, но чуть ли не диссидентская. Уж точно клюквенного патриотизма в новейшем русском понимании слова там нету и близко, к ним совершенно не про это. Идеальное попадание. Почему спортивная драма о баскетболе взорвала российский кинопрокат? Атака дронов. Кого российская Минобороны винит в воздушной атаке на военные базы в Сирии? Здравствуйте, я Тимур Олевский. Сегодня несколько активистов правой организации украинских футбольных фанатов Си-14 попытались заблокировать выезд из Киева-Печерской лавры. В знак протеста против отказа священников отпевать воинов-украинцев, погибших на востоке страны. Киева-Печерская лавра – вотчина Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, и в эти дни она оказалась в центре скандала. Священник из Запорожья отказался отпевать погибшего в результате несчастного случая ребенка. Об этом мы расскажем подробнее, но чуть-чуть позже. А сейчас вернемся к событиям в Киеве. С баннером и маской Путина около 30 человек пришли к воротам лавры, и там их встретил настоятель, митрополит Вашегородский-Черлобыльский Павел. Каким вышел диалог, показалось сегодня громадское телевидение. Слава Руси, слава Малороссии. Здравствуйте. Слава Украине, если вы Малороссия, то я не вернусь. Слава Богу! Я не вернусь, что война на Сходе отбывается. Я зачем вам зарплату хочу? Вы знаете, я не был на войне, и не буду говорить, с кем воюет. Но знаю, что один однок, я и не знал, кто с кем. Идите, сына, господи. Ну что же происходит у Киева-Печерской лавры сейчас? Прямо спросим у нашей коллеги Юлии Горичевой. Юля, здравствуй. Как сейчас, страсти поутихли или еще нет? Добрый вечер, Тимур. Возле Киева-Печерской лавры сейчас спокойно. Буквально полчаса назад отсюда ушли некоторые сторонники, прихожане Киева-Печерской лавры и, собственно говоря, прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата. Их здесь было около 30 человек. И они сказали, что пришли сюда, потому что им позвонили священники и попросили прийти, посторожить вход главный в Киево-Печерскую лавру. И они дождались, пока отсюда уехал предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, отец Ануфрий. Он вышел к этим прихожанам, сказал им спасибо, благословил их и уехал на своей машине. И после этого сторонники и прихожане, они разошлись. А что их заставило прийти? Давай вернемся к началу этих событий. Как-то священники из Киево-Печерской лавры объяснили, как они понимают, почему к ним пришли сегодня активисты националистических организаций? Сами священники говорят, что не понимают. И прихожане, которые здесь стояли, так как с ними больше мне удалось пообщаться, сказать, что они не понимают, почему, что это за провокации вообще сегодня были. Не понимают тех людей, которые приходили и возмущались, и что некоторые священники не хотят отпевать усопших прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата. Те, которые сегодня здесь стояли, они сказали, что этих людей крестили в секте. Поэтому мы не понимаем вообще, почему сегодня проходили эти все акции протеста. И вот сказали, что они собираются и завтра сюда прийти, и собираются даже люди со всей Украины сюда съезжаться, чтобы стоять и защищать Киево-Печерскую лавру. Хорошо, тогда расскажи, пожалуйста, сегодня вот во время этого противостояния на твоих глазах вспоминали ситуацию в Запорожье каким-то образом или обошли ее стороной? Давай немножко напомним о ней, наверное. Несколько дней назад, 2 января, в Запорожье священник православной церкви Московского патриархата отказался отпевать мальчика двухлетнего. И, собственно, это и вызвало потом бурю эмоций и в соцсетях, и по всей Украине. И сегодня, и вчера по церкви приносили мягкие игрушки, а также куклы, чтобы таким образом привлечь внимание к этой ситуации. Люди возмутились. Если раньше об этой ситуации как-то никто не говорил, то сегодня, вот и акция протеста была радикально настроенных молодых людей возле Киева-Печерской лавры, которые заявили, что священники отказываются отпевать не только детей, обычных граждан. Но даже и воинов, да? Даже и воинов. И поэтому, собственно, эта акция и проходила. Но игрушек сегодня вечером мы возле Киева-Печерской лавры не нашли, обошли, вот возле нее походили, не нашли, у хранников спрашивали, здесь тоже не было. Ну, хотя, может быть, они были... Есть фотографии во многих городах Украины, действительно подтверждающие, что люди поддержали эту акцию. И игрушки приносили. Юля, спасибо большое. Я думаю, мы будем возвращаться к ситуации в Киеве, вокруг Киево-Печерской лавры, если заставят нас новости это сделать. Но расскажем же, что же произошло. Спасибо большое. Юля Горичева на прямой связи с Киевом была с нами. Хочу вам напомнить. Ситуация вокруг православных церквей Московского патриархата действительно накалилась в Украине вновь в первые дни Нового года. Тогда стало известно, что священник из Запорожья отказался отпевать ребенка, погибшего накануне Нового года. Священнослужитель объяснил свое решение тем, что мальчик Евгений был крещен в неканонической украинской православной церкви. После этого к храмам Московского патриархата люди, вот как рассказала Юлия Горичева, действительно стали приносить детские игрушки и кукол. А из-за попыток их оттуда убрать, священники иногда это делали, даже начались столкновения. Подробности в нашем репортаже. Патрульные машины, полиции и автоматчики. К храму Петра и Февронии в Запорожье стянуты все имеющиеся ресурсы. Тут собрались люди, возмущенные нападением на ветеранов. За несколько часов до этого неизвестные возле церкви избили бойцов, которые принесли сюда игрушки. Подлетает микроавтобус, убегают двое, в масках, в бронежилетах, без различительных знаков, без ничего, ну с хорошей такой выправкой. Не говоря, то есть без угроз, без ничего, забывали баллончик в лицо, перцовый до упора и начали просто забивать. Александр скрывает лицо и отказывается писать заявление в полицию. Он служит в разведке. Уже через пару дней после увольнительной должен был вернуться на передовую. Теперь придется задержаться, у него сложный перелом руки. По его словам, нападавших вызвал охранник, который пытался забрать куклу. Активисты уверены, бойцов, пострадавших от нападения в Запорожье, били представители формирования Радомир. Именно они охраняют массовые мероприятия Православной Церкви Московского Патриархата в юго-восточных регионах Украины. Сами священники связь с Радомиром отрицают. Я, конечно, очень огорчен вообще. Ну, не кроме того, что это, в общем-то, в вере на мне храме случилось, а о том, что это вообще случилось. Этот Радомир, члены его являются прихожанами вашей церкви? Нет, не этого храма. У них там какие-то правила. Наверное, им явно не Господь писал эти правила. Непонятно кто. Под новогодней елкой Полищуков до сих пор лежит подарок, который так и не успел увидеть их ребенок. 31 декабря самоубийца, выбросившийся с восьмого этажа, упал прямо на мальчика, которому не исполнилось и двух лет. Священник, которого пригласила ритуальная служба, отказался отпевать ребенка. Вот рассказ дедушки погибшего младенца. Я его просил, умолял, говорю, что ты вытворяешь? Похороны. 200 человек там собралось, более 200 человек. Родственники, все соседи, блин. Что ты делаешь? Ну, а он отказался и ушел. За упокойную службу по ребенку совершил священник Киевского Патриархата, приехавший с другого конца города. Чтобы поддержать родителей маленького Женя, украинцы, возмущенные поступком священника Церкви Московского Патриархата, начали приносить к храму игрушки. После небывалого резонанса местный архиерей Церкви Московского Патриархата одобрил эту инициативу. Дорогие мои, в память о Евгении, прошу вас, приносите в храмы куклы, конфеты. Мы их раздадим в детские дома, малоймущие семьи. То есть это добрая христианская традиция. Однако лишь на словах. Не надо трогать, это наши игрушки, что вы делаете. Отдавайте в детские дома игрушки. Вот и отдавайте, у вас денег нет. Отдайте мне мою игрушку. Отдайте вашу игрушку. Не трогайте. Показательно, что ранее в Запорожской епархии вышло распоряжение, официально запрещающее священникам отпевать тех, кто был крещен в других юрисдикциях. Священник поступил по канонам церкви, которые он не имеет права нарушать. Вот какая есть постанова каноничного богословского обронтования догматичного невизнания хрещения в Киевском патриархате. Адже по канонам сказано, что любая людина, которая хрещена в имя Отца и Сына и Святого Духа, она вважается охрещенной. Акции с куклами, которые приносят к храмам Московского патриархата, проходят в разных городах Украины. Например, сегодня в Виннице и Днепре. В ближайшие дни продолжение протеста обещают в других городах. По факту избиения у храма в Запорожье открыто уголовное производство. В то же время представители добровольческих батальонов говорят, обойдутся без помощи правоохранителей. Мог ли православный священник Московского патриархата пойти навстречу родственникам погибшего малыша? Что называется, по своей вере пойти? Или у него есть какие-то внутренние ограничения? И какой еще конфликт, кроме межконфессионального и национального, можно отметить в этой истории? Я спросил сегодня у историка церкви, библеиста Андрея Десницкого, и начал я наш разговор с того, что пытался у него узнать о том, что ожидания современных прихожан могут не совпадать с традиционными представлениями и самой церкви о своем предназначении. С одной стороны, к церкви обращаются как к ритуалу услуг ритуальных, как к комбинату услуг ритуальных, и обижаются, если церковь не соответствует этому образу. С другой стороны, церковь в какой-то момент, люди церкви, должны сами ощутить свои границы и сказать, нет, но мы все-таки не Бюро добрых услуг, чтобы нам за некоторые денежки проводить определенные действия по заказу. У нас все-таки есть свои какие-то границы. А поскольку эти границы не очерчены, они в теории есть, в теории, вот если ты православный, то тебя отпевает православный священник, если нет, то нет, извини. А кто православный? Какой юрисдикции? А православный или тот, кто крестился 30 лет назад и 10 лет назад перестал ходить в церковь? Вот на эти вопросы ответа нет. Хорошо, а тогда если вот сейчас формально подходить с точки зрения священника православной церкви Московского патриархата в любой стране, если к нему обращаются люди, которые, не знаю, принимали обряд крещения не в московском патриархате, он может, ну пусть даже вообще католики, но вот нужно отпеть. Ну такая, не знаю, ситуация сложилась на необитаемом острове, он один священник. Он в принципе это может сделать? Или это совсем нарушает его представление о вере? Конечно может. Понимаете, есть разные практики, есть теория. Теория гласит, что действительно для православных любое крещение, совершенное христианином, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Да, вот если мирянин, священник, православный, католик, лютеранин, баптист, кто угодно, окрестил другого человека, желая его окрестить, естественно, не в игре, не в театральном зрелище, и произнес эту формулу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Крещение действительно, да, то есть человек-христианин, соответственно, над ним можно проводить все обряды, все таинства, которые проводятся над христианами. Но другое дело, что это, конечно, редкий случай, когда крестят, допустим, мирянин, или когда окрещенного в лютеранстве или в баптизме принимают православие. Да, и обычно там есть свои обряды. Но другое дело, что есть практика. И вот если посмотреть на историю той же Украины, где очень часто бывали конфликты между православными и католиками, например, да, во времена там Речи Посполитой, то доходило до того, что перекрещивали, что, допустим, человека, крещенного у католиков, православные перекрещивали. Считаю, что католики это вообще не христиане, а непонятно кто. Скажите, а существует, на ваш взгляд, в Украине именно вот с точки зрения руководства московского патриархата, с точки зрения московской патриархии, некие установки не оказывать содействия православным других конфессий, в том числе непризнанных никем церквей, или это все остается на усмотрение священник? Ну, об этом надо спрашивать православных священников и епископов в Украине. Я сижу в Москве и давно не был на украинской земле. Вот. Но я так понимаю, что одно дело официальной установки, другое дело, вот приходят к тебе в храм, есть освящение к людям, и ты их встречаешь так, как ты считаешь нужным. Да, вот вечная история нашего, скажем так, восточного славянства, не будем тут делить на страны, когда есть официальная позиция, она может быть достаточно гуманной, достаточно такой внятной, а есть вот на местах то, что творится. Да, и в конечном итоге он может отказаться, и его никто не заставит. В Украине сейчас сосуществует вместе множество христианских церквей, православных, католических и протестантских. Самые многочисленные из них — это Украинская Православная Церковь Московского Патриархата и Украинская Православная Церковь Патриархата Киевского во главе с Патриархом Филаретом. После начала войны на Донбассе дискуссия о месте и роли религиозного объединения с центром в Москве возникла с новой силой, хотя началась она задолго до этого. Подробности в нашей справке. До февральской революции 1917 года единственной православной церковью на территории современной Украины была Единая Каноническая Православная Российская Церковь Российской Империи. В 1918-м Всероссийский Поместный Собор образовал на территории Украины церковную область с особыми преимуществами на началах автономии. Спустя три года по указу Патриарха Московского Евсея Руси Тихона украинская автономия была ликвидирована, но украинский экзархат продолжил существовать как особая единица. В 1990-м Архиерейский Собор РПЦ вновь учредил самоуправляющуюся Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата. А два года спустя митрополит Филарет Денисенко объявил о своем отказе подчиняться Московскому Патриарху. При поддержке украинских властей, в том числе президента Леонида Ковчука, Филарет провел Всеукраинский Православный Собор, на котором было объявлено об объединении с Украинской Автокефальной Православной Церковью в единую Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата. В 1995-м Филарет был избран патриархом неканонической с точки зрения мирового православия церкви. В 1997-м на Архиерейском Соборе РПЦ Филарет был отлучен от церкви и предан анафеме как раскольник. С тех пор в России его называют исключительно лжепатриархом. В 2014-м отношения между церквями еще больше обострились. Предстоятель Киевского Патриархата с первого дня активно высказывался в поддержку Евромайдана, выступал с резкой критикой президента России Владимира Путина после аннексии Крыма. С 2014-го в подчинение Киевского Патриархата перешли более 40 храмов, принадлежащих Московскому Патриархату. В 2017-м году в Верховной Раде были подготовлены два законопроекта о статусе религиозных организаций и о свободе совести и религиозных организациях. Согласно им, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата может быть запрещена, ее приходы конфискованы, а деятельность церкви поставлена под контроль государства. Патриарх Московский в Сеяруси Кирилл обратился к лидерам стран Нормандской четверки, генеральному секретарю ООН и папе Римскому с призывом воспрепятствовать дискриминации православных в Украине. Под давлением общественности Рада отложила обсуждение законопроектов. В декабре Филарет заявил, что Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата никогда не вернется под власть Московского Патриархата. Если Украинская Православная Церковь получит автокефалию, полную автономию, Московский Патриархат потеряет около 30% своих приходов. На прямой связи с нашей студией Мирослав Маринович, правозащитник, религиовед, основатель украинской хельсинской группы. Мирослав Франкович, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад вас видеть у нас в эфире. Лично для меня вспышка этого конфликта, который мы сегодня наблюдаем, неудивительная ситуация, как мне кажется, тлела еще с тех пор, как на Донбассе, в Славянске, например, в церквях Московского Патриархата находили оружие, а потом оно использовалось при захвате городов. Тут, что называется, знаете, дайте повод, и все начнется. Повод есть. Но вот вопросы остались. Кому, на ваш взгляд, на ваш взгляд, правозащитника, историка, сейчас из участников этого конфликта нужна действительно правозащитная помощь? Я думаю, что помощь, я не знаю, правозащитная, но духовная помощь нужна все-таки Московскому Патриархату. Я говорю, это не как греко-католик, я говорю, это как христианин, потому что время от времени возникают какие-то невероятные случаи. то начали этой церкви высшие отказываются подняться в то время, когда все в Украине, все вместе с президентом поминают погибших на востоке Украины, поминают пятью минутами молчания. Представляете себе, весь зал поднимается, только иерархии Московского Патриархата, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата не поднимаются. Вот тогда, знаете, вопрос, раз уж вы начали давать оценки, тогда мне очень интересно вашу оценку услышать тому, что произошло, вот с точки зрения вашей человеческой морали, человека, который основал украинскую хельсинскую группу. Решение священника Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Евгения Молчанова, назовем его по имени, который отказался отпевать мальчика, мы не знаем, как именно происходило это в нюансах, но сейчас, когда уже ситуация вышла, выплеснулась в публичное поле, она без подробностей обсуждается. Как, с вашей точки зрения, это решение можно охарактеризовать? Для меня это, конечно же, заповеди любви. И для меня прежде всего эта ситуация, когда я могу себе поставить вопрос. Хорошо, а если бы к этому священнику подошел сейчас Иисус Христос? Так. Во-первых, подошел бы еврей, которого нельзя слушать, даже югейство еще нельзя, а во-вторых, он не крещен в московском патриархате. Вы представляете себе абсурд, когда христианскую заповедь любви заслоняет собой христианская, церковная идеология, даже не христианская идеология, а церковная. Вам бы, наверное, какие-нибудь, знаете, теологи, дебатеры бы сейчас сказали, подошел бы Иисус, он бы сердцем почувствовал, что это спаситель. Но, вот, раз вы ответили на этот вопрос так, как вы ответили, и спасибо вам большое за этот ответ, я хочу вернуться к началу нашего разговора. Так вот, теперь, как правозащитник, не кажется ли вам, как правозащитнику, что московский патриархат в Украине надо защищать, имея в виду, что, ну, вот такая эта церковь. Ну, может быть, она недобрая, но защищать ее с точки зрения там, закона и прав человека надо, даже, даже, несмотря на то, что она вот такая. Как вы думаете? Значит, все правозащитники, конечно же, выступают против того, чтобы, особенно грехи-католики выступают против того, чтобы церковь преследовать за то, что ее руководство находится вне Украины. Так. Потому что в советское время так преследовали грехи-католиков, потому что их руководство было, папа римский был за за бугром. Да, за бугром. Так что в этом смысле нельзя трогать церковь, если ее руководство находится вне страны. Но понимать, видимо, надо, что происходит. И, если позволите, чуть-чуть шире, чуть-чуть шире я хочу задать вопрос не о конфликте в Украине, а скорее, знаете, о чем? О разрыве между современным обществом, в России, кстати, тоже, и институтом церкви, в принципе, если, конечно, он есть. Вот, что мне, кстати, сегодня об этом рассказал библеист Андрей Десницкий. Если позволите, я вас попрошу тоже послушать его реплику? Понимаете, люди есть очень разные, и как раз один из моих тезисов, на который некоторые обижаются, некоторые соглашаются, в том, что сейчас в Русской Православной Церкви, к которой я сам принадлежу, люди разных вер. В ней есть люди, которые верят во Христа прежде всего, есть люди, которые верят в империю прежде всего, есть люди, которые веруют в стабильность прежде всего. Сейчас, скажем так, проходит чудовищный смысловой раскол, не организационный, а смысловой, между, условно говоря, официозом, между теми, кто представляет верхушку, епископата и, соответственно, синодальных структур, и, грубо говоря, интеллигенцией. Я понимаю всю условность этих опыта. Ну да, конечно, да. Но есть не то, чтобы мы назвали реформацией. Реформация – это конкретное историческое событие, которое было 500 лет назад, кстати, ровно 500. И, конечно, оно не может повториться. Весь мир изменился с тех пор. Но переосмысление происходит очень серьезно, очень глубоко, и мы об этом практически ничего не слышим, потому что, если что-то выбивается наружу, это, как правило, скандалы. Вот очередной... Вот мнение Андрея Десницкого, Мирослав Франкович. Я хочу спросить у вас, как вам кажется, есть ли в обществе современном, согласно его современной морали, запрос на реформу православия? Если можно, не очень длинный. Я думаю, да. Дело в том, что православие очень трудно реформируется. И это прекрасная черта православия, что оно хранит благочестие так, как оно выглядело в начале, во время становления церкви. но, с другой стороны, это же позитивная черта, она же оборачивается и злом большим, потому что церковь по-украински заскорузлывает. По-русски тоже самое, заскорузлый становится, да, давайте так назовем. И поэтому наше общество, по крайней мере, очень больно, болезненно чувствует это. И, кстати, у нас был прекрасный опыт, опыт Майдана, когда, особенно ночью, люди очень сильно внуждались в помощи священников, и не только священников, протестантские пасторы были. И людям не так важно было, из какой церкви священник. Людям важно было как-то обратиться к Христу, обратиться к духовному источнику, который дает силу. И это очень важный опыт. Я просто очень благодарен Богу за то, что мы могли это прочувствовать. Спасибо большое, Мирослав Маринович, правозащитник на связи с нашей студией из Украины. Мы остаемся в этой теме, но продолжаем ее под несколько другим углом. Еще одна важная сторона развивающегося в Украине противостояния. Его заметными фигурами впервые за недолгое время вновь стали так называемые тетушки, наверное, их так можно назвать, боевые уличные политические отряды. Давайте так назовем. В Украине они появились, кстати, еще при Викторе Януковича, по примеру Кремля он создал свои молодые отряды, в основном состоящие из спортсменов, которые призваны были защищать интересы правящей элиты, ходить на провластные митинги и драться с несогласными, часто тоже с бойцами. Именно выходцы из тех самых тетушек, получивших известность во время Майдана, сегодня в основном формируют и боевые бригады церкви. О метаворфозах бойцов в спортивных штанах Ринард Давлит Гильдеев. Слово 2013 один из мемов Евромайдана. Они появились в Киеве той же революционной осенью, что и баррикады на Крещатике. Тетушки в украинской политике такой собирательный образ уличных то ли гопников, то ли защитников традиционных скреп от западной заразы. Крепкие парни в спортивных костюмах и с боксерскими секциями за плечами. Тетушек в Киев централизованно поставляли с юго-востока Украины родовых мест прошлой украинской власти. Зачастую эти группы молодых людей действовали вместе с милицией, разгоняя неугодные акции оппозиции. В разгар Майдана писали о целых железнодорожных составах из Донецка заполненных готовыми к уличным боям тетушками. Это Вадим Тетушка человек чья фамилия и стала нарицательной для всех банд имени Виктора Януковича. Он стал известен еще до Майдана весной 13-го когда начало накаляться противостояние между сторонниками правительства и проевропейскими силами. В Украине проходили первые митинги на одном из таких. Боец спортсмен из Белой Церкви Вадим Тетушка напал на журналистов. Момент попал в кадр Тетушка узнала вся страна сам он получил за это три года условно. Затем пытался судиться со СМИ за то, что его фамилия в медиа стала синонимом бандитизма и гопничества. Но безуспешно. И конечно же он похоронил свою спортивную карьеру на всему. Посмотрите какие добрые инцидентные вещи. Защитники власти Виктора Януковича после победы Майдана и бегства свергнутого президента в Россию никуда не делись. Но действовать стали уже не так открыто. Существовавшие все предыдущие годы на деньги приближенных к Януковичу олигархов теперь тетушки стали финансироваться из других источников. Одно из наиболее известных движений ставших неким продолжением тетушек называется Катыхон. Богословским термином обозначили организацию которая объединяет дальше цитаты из устава христиан правозащитников и украинских националистов. Украинский Катыхон по сути крыло российского одноименного движения а финансирует организацию и является главным ее идеологом небезызвестный Константин Малафеев тот самый спонсор вторжения на Донбасс крымского проекта и Игоря Стрелкова лично. Связь с Малафеевым украинские защитники православия и борцы с геями а сейчас именно разгоны ЛГБТ-прайдов и избиения активистов являются основным делом бывших тетушек всячески отрицают. Задействованы тетушки и в довольно влиятельном движении под названием Народный собор причем также с московскими корнями именно его собора активисты в России инициировали суд над организаторами выставки запретное искусство и уголовное преследование пуссирает за акцию в храме Христоспасителя за оскорбление чувств верующих. В Украине Народный собор ассоциирован с Украинской православной церковью Московского патриархата глава собора Игорь Друсь человек тесно связанный с митрополитом Ануфрием главой Украинской церкви вот он на экране собор в Украине один из адептов идей русского мира московского престола единого православия и борьбы с чуждыми западными ценностями именно под крылом УПЦ МП в основном сейчас существуют бывшие уличные бойцы крупнейшее силовое крыло церкви организация которая называется Радомир связан этот Радомир в первую очередь с запорожской епархией и лично ее главой тем самым митрополитом Лукой организация что-то между частной охранной компанией с православным уклоном и патриотическим клубом хотите крышу от митрополита закажите себе услуги Радомира они же организаторы украинской акции бессмертный полк 9 мая и основатели сети младежных клубов по воспитанию защитников родины с выездами за город и тренировками по рукопашному бою в общем все что нужно для того чтобы носить гордое звание тетушки вот что интересно в Украине довольно пристально следят за проявлениями пропаганды пророссийской идеи страны-агрессора как записано в законе о Донбассе в Украине запрещен ряд российских телеканалов фактически под запретом импорт книг на русском языке напечатанных российскими издательствами но движение которое может спокойно нападать на ветеранов войны на востоке Украины украинцев которые воюют там существует вполне легально почему давайте попробуем разобраться я думаю с безусловным экспертом по уличным группировкам лидером гражданского корпуса Назаром Кравченко Назар здравствуйте здравствуйте спасибо вот смотрите Радомир Катехон мне кажется что в Украине для того чтобы попасть в поле зрения службы безопасности можно и меньше какие-то совершить прегрешения перед безопасностью страны а они существуют да еще и нападают на людей которые зато вернутся как это возможно кто за ними стоит изначально разобраться как бы по церкви кто кто заказчик кто инициатор например тех или иных ситуаций давайте попробуем если например брать ситуацию со священником то здесь не важно что какой-то священник там совершил ну какое-то непорядочное действие либо совершил ошибку важно как вся отреагировала организация если я не ошибаюсь там какой-то митрополит запорожской области сказал что священник сделал все правильно то есть они его поддержали и даже не осудили и не принесли никаких извинений за свой поступок соответственно я считаю московский патриархат организации враждебной это организация которая ненавидит Украину и она должна быть запрещена на территории Украины спасибо за ваше мнение теперь смотрите у них есть люди которые могут кого-то побить я вот по прежнему пытаюсь понять война третий год а все еще эти люди есть это почему происходит как это устроено они нанимают какие-то силовые группировки для своей защиты для то что они обращаются к криминалу они могут нанять не обязательно какую-то организацию мы сейчас проверяем по поводу Радомир это был или нет что это были за люди и соответственно будем на это реагировать но то что московский патриархат нанимает там представитель криминала либо представитель каких-то организаций за деньги вот в чем проблема а то что люди не боятся себя ассоциировать в такой медийно сложной истории с структурой которую могут в чем-то хотя бы да украинцы упрекнуть в там не патриотизме сейчас это не значит что недорабатывают службы безопасности Украины я полностью согласен то что существование такой организации как московский патриархат и каких-то криминальных группировок там казачества и так далее которые работают за русские деньги исполняют какие-то криминальные их заказы это недопустимо на данный момент в Украине но это есть а когда такие вещи происходят всегда можно предположить что просто эти люди ну вот поучаствовали в этой акции за какие-то малые деньги или большие а в другое время например занимаются обеспечением безопасности для каких-то может быть бизнесменов или силовиков как их используют расскажите в самом деле это большая проблема то что у нас в обществе есть слой населения который например на выборах занимается охраной избирательных участков потом между выборчий период они ходят на оплатные митинги их охраняют а потом еще параллельно занимаются подзаработками которые вот например как там московский патриархат заказывают мы следим за этими событиями мы сейчас проверяем по организации был это Радомир или нет это тоже слухи мы пытаемся выяснить что это были за люди и почему они это сделали это как бы для нас это важно то есть что это были это были какие-то агенты КГБ которых уже например нет в стране или это были какие-то реальные парни с которыми можно провести профилактическую работу очень часто бывает что к спортивным коллективам обращаются например заказчик и предлагают им ну чтобы они за деньги оказали какие-то услуги охраны и например там нормальные ребята нормальные охранные организации которые работают с инсцией они очень часто консультируются что это за заказчики иногда обращаются к нам является это прорусская сила и ну в принципе с многими спортивными ребятами, которые там оказывают охранные услуги, можно вести переговоры. У них есть понимание хорошо-плохо. Они поддаются воспитанию, они поддаются к какому-то диалогу. И это нужно, в принципе, главное уточнить. Что это были за люди? Если это про русские силы, то, соответственно, у них будет реакция соответствующая. Если это парни, которые, например, просто попали в дурацкую ситуацию по своей глупости, то я надеюсь, что их можно перевоспитать и объяснить, что они сделали неправильно. И, например, наказать по строгости закон. Назар, спасибо. А теперь у меня вопрос. Сейчас, пока вы говорили, мелькнул у нас на экране логотип другой организации с другой противоположного поля политического, на первый взгляд. Си-14, националисты, футбольные фанаты, ультра, как принято говорить. Они сегодня приходят к... А когда они приходят к лавре, как вам кажется, как по сути, как это обычно бывает организовано, это они решили отметить свое существование таким образом, выполнить чей-то заказ или по воле сердца 30 человек пришли? Как вам кажется? Я как-то знаю парней Си-14, и там как бы все парни, их, ну, их немного, они все порядочные, и они все, ну, как бы решают коллективно, насколько известно. Они решили, что произошла, ну, произошла несправедливая ситуация, и они привлекают к этому общественному мнению. Стоп, секунду, я понял, понял, извините. Но они тут, тут, тут... Назар. Служа в частности милиция будет более тщательно этим заниматься, потому что у нас есть еще одна проблема, что власти закрывают глаза на это. Это сложная, сложная ситуация. Есть в Псковской патриархат, туда ходит много верующих людей, как бы, и власти закрывают на это глаза. Они не хотят этим заниматься, они хотят, чтобы вот как-то оно там прошло, и не вспоминать больше про это. Ни милиция, ни СБУ не хотят этим заниматься. Бывает такое, что и националисты, и патриоты не в силах отказаться от чьих-то денег, когда просят безопасность, что называется, оказать помощь в услугах безопасности, и это могут быть недобросовестные люди. Вы знаете такие примеры? Смотрите, мы как бы занимаемся чисткой своих рядов, и если даже там были какие-то такие ситуации, то мы, как националисты, это обсуждали и вот решали своими силами. То есть были люди, которые пытались быть националистами. Были там множество организаций, например, напомню, как организация такая, как сепаратистская, как НашДАК, которая пыталась позиционировать себя, как якобы националисты, и которые, ну, на данный момент, представители нет на территории Украины. Понятно. Спасибо, хороший пример. Спасибо большое. Лидер гражданского корпуса Назар Акравченко на связи со студией Настоящего Времени. Еще одна сегодняшняя новость из Украины. Там задержан подозреваемый в убийстве правозащитница Ирина Ноздровская. Об этом сегодня заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко. Никаких подробностей, кроме самого факта задержания, он не сообщил. Потом появились уточнения. Ирина Ноздровская, кстати, пропала 29 декабря. Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли 1 декабря в реке в Киевской области. Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы с Сапатинской, которую в сентябре 2015 года сбил Дмитрий Рассашанский, племянник бывшего председателя Вашегородского райсуда. Рассашанский в июне прошлого года получил 7 лет тюрьмы. А Ноздровская, по словам ее родственников, после этого неоднократно получала угрозы. Использоваться все технические возможности, которые только сейчас есть, в качестве инструментов у нас Национальная полиция Украины. Используя весь массив тех данных, которые мы получили, сегодня уже на следователе было принято решение и в порядке статьи 208 Криминального кодекса Украины был задержан подозреваемый. Нельзя еще утверждать, был ли он один, а у него были какие-то помощники, которые принимали участие. Ну а в России церковь включилась в дискуссию на тему возможного бойкота предстоящих президентских выборов. Напомню, не ходить на участки призывает своих сторонников оппозиционер Алексей Навальный. А вот патриарх московский в Сеарусе Кирилл, выступая на заседании высшего церковного совета, агитировал православных россиян приходить на выборы. Я бы хотел призвать всех, в том числе и православных, у которых иногда возникает сдержанное отношение к самим выборам, принять участие в выборах. Мы обязательно должны принять участие для того, чтобы внести свой вклад в формирование будущего нашей страны. Ну вот, а Алексей Навальный, который продолжает призывать к бойкоту выборов в своем твиттере, раскритиковал патриарха за агитацию. Уже и рождественская проповедь выглядит, как приходите на выборы. Именно поэтому идти на эти выборы нельзя. Это позорно и неприлично. Это помощь Путину. Ну, справедливости для надо уточнить, что на самом деле патриарх Кирилл во время рождественской службы не произносил никаких слов о выборах, а сделал это позже в интервью, которое дал телеканалу «Россия-1». Показали разговор в час ночи по Москве, и, видимо, и вот Навальный имел в виду, говоря о рождественской проповеди. Между тем, избирательный фонд одного из кандидатов на президентский пост Владимира Путина достиг максимально возможного размера – 400 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщил Центр избирком. В основном деньги внесены партией «Единая Россия» и несколькими фондами из разных регионов. Путин идет на эти выборы как самовдвиженец, поэтому ему надо собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку о том, как эта процедура проходит в регионах, знает Антон Захаров. Первый в России пункт сбора подписей в поддержку самовыдвижения Путина открылся в Хабаровске. Информационный стенд разместили в одном из торговых центров. Мы работали с 11 утра, в 10 утра пришел уже молодой человек, говорит, блин, я вас жду, как бы уже вот давайте побыстрее, пожалуйста. Собирать подписи по всей стране доверили организации «Волонтеры Победы». Создание патриотического движения, преимущественно студенческого, в 2015 году поддержал сам президент. Волонтеры уверяют, никакой агитации не ведут, лишь помогают людям удостовериться, что сбор подписей действительно идет в поддержку действующего президента. Впрочем, каких-либо других кандидатов, за исключением разве что Ксении Собчак, в Хабаровске никто назвать не смог. В Самарской области кто-то еще, кто-то там выдвигается, кто-то там в Самарской области, ну, кого-то знают, да, там что-то. Нет, Путин наш президент, ребят, честно. Пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина уже к вечеру пятницы, 5 января, открылись в 16 городах России. Размещаются они, как правило, в торговых центрах, неподалеку от фудкортов. В Екатеринбурге даже на второй день сбора подписей еще до открытия опорного пункта к нему выстроилась небольшая очередь, преимущественно из пенсионеров. Меня зовут Надежда. Никаких фамилий, я, главное, за Путина. Сегодня у Путина горячее сердце и холодная голова. Это единственный, кто может сегодня нас защитить и дать нам мир в нашей стране. От кого защитить, простите? От внешних. От внешних врагов, конечно, у нас их очень много на сегодня. Желающие оставить свою подпись, пока стояли в очереди, даже успели поругаться. Одна из пенсионерок неосмотрительно громко произнесла фамилию Собчак. Впрочем, перепалка быстро стихла. Пенсионеры сошлись во мнении, что руководить Россией посторонний человек не может. Прежде чем пойти в кандидаты президента, надо все-таки пройти какой-то этапы в госслужбе поработать, с заместителем губернатора, там, мэром города или что. А то у нас раз выскочили, с кухни прибежали и хотим в президенты. По словам волонтеров, собирать подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина они будут до конца января. Всего необходимо 300 тысяч подписей со всей страны. Но собирать надо больше. Пенсионеры, заполняя протокол, нередко делают грамматические ошибки. В связи с чем, к прогнозам волонтеров, большой процент подписей будет забракован. Антон Захаров и Сергей Мисаров для Настоящего Времени. Так вот, забастовку избирателей Алексея Навального, то есть призывы не ходить на выборы президента России, поддержал на днях мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он сам рассказал об этом на своем канале в Ютубе и даже заявил, что из Москвы в регион испущено указание максимально привлекать людей на участки для увеличения явки. Бойкот выборов как способ воздействия на действующую российскую власть себя уже не оправдал, уверен в прошлом координатор Левого фронта, политик Левого взгляда Сергей Удальцов, который прогнозирует успех другому кандидату, коммунисту, кандидату КПРФ Павлу Грудинину. Потому что, на мой взгляд, бойкот может быть эффективен в каких случаях? Во-первых, если он консолидирован максимально, то есть ведущие политические силы в нем участвуют, тогда он может быть массовым и результат может быть заметным. И во-вторых, бойкот необходим и неизбежен в той ситуации, когда действительно нет ни одной реальной альтернативной кандидатуры действующей власти, действующему президенту в данном случае, когда сплошь одни фейковые подставные кандидаты. В данном случае появление Грудинина, которому мы тоже поспособствовали отчасти, меняет ситуацию, по крайней мере, для избирателей таких левых патриотических взглядов появляется альтернатива. Грудинин не заезженная лошадка из старой обоима, человек интересный, перспективный. На мой взгляд, результат может быть очень интересный, он сможет консолидировать. А если Грудинин не победит, то результат все равно будет интересный? То есть, имеет смысл легитимизировать выборы Путина путем доказательства того, что за Грудининым миллионы? В чем смысл? Объясни. Нет, смысл простой. На сегодня я, например, вижу у Грудинина потенциал побороться за второй тур, потому что очень большой подъем среди левоориентированных избирателей. За того же Зюганова многие бы не пошли голосовать. Ну и вот, как сообщает сегодня Центр избирком, на избирательном счете кандидат от КПРФ Грудинина Павла Алексеевича сейчас находится 1066 рублей. Это 300 гривен или примерно 20 долларов. В Лоц-Анджелесе тем временем прошла 75-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Многие гости и номинанты пришли на красную ковровую дорожку в черном, в знак протеста против харассмента и сексуального насилия в киноиндустрии. Напомню, что о сексуальных домогательствах в Голливуде начали открыто говорить осенью 2017-го. Обвинения пали на знаменитых продюсеров, режиссеров, актеров, таких как Харви Вайнштейн, Джеймс Тобок, Брэд Реттнер, Кевин Спейси, Дастин Хоффман. Два дня назад список пополнился канадским режиссером Полом Хаггинсом, обладателя «Оскара» за сценарий к фильму «Малышка на миллион долларов». Его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Иск подан сразу от лица четырех женщин. 64-летний режиссер все обвинения отрицает. Подробности о самой церемонии вручения одной из самых престижных кинематографических наград мира расскажет Ангелина Багдасарян. 75-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» в этом году после череды скандалов с домогательствами, изгнанием из фабрики грез выдалась не совсем стандартной. Большинство звезд, сговорившись, пришли на кинопремию в черном. Конечно, некоторые звезды приукрасили себя смелыми декольте и вырезами. Все средства, которые обычно дизайнеры переводят на счета знаменитостей за выход на дорожку в нарядах, в этом году будут переведены на благотворительные счета. Что же касается самой премии. В этом году на «Золотом глобусе» была представлена и Россия. Андрей Звягинцев со своей нелюбовью попал в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке». Но «Глобус» в «Золотом» достался картине «Фатиха Акина» на пределе. Кстати, в этой номинации конкуренцию Андрею Звягинцеву составила и Анжелина Джоли со своей режиссерской работой «Сначала они убили моего отца». Андрей Звягинцев уже в третий раз попадает в эту номинацию. Как рассказал нам в интервью режиссер, его кино о людях и для людей. Но у картины еще есть шансы на голливудское признание, так как она номинирована на «Оскар». Кстати, критики шансы Звягинцева оценивали довольно высоко. Среди других лауреатов «Золотого глобуса» лучшая комедия на телевидении признана удивительная «Миссис Майзел». Лучшим анимационным фильмом года признана картина студии «Пиксар» «Тайна Коко». Форма воды Гильермо Дель Торо получила приз за лучшую режиссерскую работу. И «Золотой глобус» в главной номинации достался драме «Три билборда на границе Эббинга» Миссури. Хочу напомнить, что «Золотой глобус» проходит уже в 75-й раз. Всех номинантов выбирают путем тайного голосования иностранные журналисты, входящие в Ассоциацию Голливуда. Еще очень часто «Золотой глобус» называют генеральной репетицией кинопремии «Оскар», которая пройдет в Лос-Анджелесе, уже в марте. Журналист украинского телеканала «Прямой» и обозреватель «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский сегодня написал о церемонии «Золотой глобус» целую колонку на сайте радиостанции. В ней он предполагает, что звезды Голливуда не возражали против насилия, цитата, «пока мягкие места и койка не сделали строчку вашей оплаты в ведомости семизначной». Конец цитаты. Я сегодня спросил у кинокритика и главного редактора журнала «Искусство кино» Антона Долина, а кто еще осуждает американских актеров и режиссеров, одетых в черное в знак траура по жертвам сексуального насилия в Голливуде? Во-первых, по руганию нигде, кроме русского фейсбука, они не подвергаются. Прошу понимать все как есть. Мир делится на две неравные части. Меньшая часть тех, кто понимает смысл этого флешмоба и этого траура, этих черных одежд, и вот этого флешмоба американского MeToo, и новой организации, борющейся за права женщин, и тех людей, которым на это наплевать. И есть крошечное меньшинство, крошечное, незначительное меньшинство, мне кажется, большая часть этого меньшинства почему-то в России находится, которые считают, что понимают, и его критикуют и разоблачают. И это смехотворное меньшинство, мнение которого, мне кажется, учитывать совершенно не стоит. Потому что сначала надо разобраться в проблеме, а потом пытаться ее анализировать со своих каких-то альтернативных позиций. Давайте не будем забывать о том простом факте, что вот Оскар вручает больше 80 лет подряд, и фильм, снятый женщиной, один раз за эти все годы получал главный приз. Один раз. Это нечестное соотношение, оно не соответствует количеству женщин и мужчин в индустрии. В этом году вскрылись совсем какие-то уродливые стороны этого бизнеса. Не надо делать вид, что никто этого не понимал. Шутки насчет актрис, которые через постель продюсера пробиваются в кино, существуют во всех странах мира, и в России их тоже очень любят. Но почему-то люди, которые шутят эти шутки, всегда виноватым в этой ситуации и смешным считают актрису, считая ее бездарной, а вовсе не продюсера, который берет сексуальную плату за то, что допускает кого-то в кинематограф. И сейчас этот фурункл прорвался, об этом стали говорить вслух, и американский кинематограф первым этим занялся. Считать, что Голливуд там указывает всему миру, это не совсем точно, потому что Голливуд это и есть весь мир. Надо понимать, что голливудский кинематограф, в отличие от американского, например, независимого кино, которое к глобусам почти никого отношения не имеет, или к Оскарам. Голливуд это всемирное кино, и это кино, которое снимается в любых странах мира с участием любых кинематографистов из любых стран, и актеров, и актрис, и режиссеров. Да вот смотрите, два главных фильма, которые в этом году претендовали на золотой глобус. Обратили внимание? Это три билборда близ Эбинга Миссури и «Форма воды». Форма воды смета, вообще-то говоря, уроженцам Мексики, а три билборда уроженцам и жителям Ирландии. Оба они не американцы. То есть это не имеет отношения к Америке. Просто это всемирная киноиндустрия, которая начала лечить одну из своих самых затяжных болезней. Процесс это очень длинный, и я не знаю, удастся ли вылечить, не представляю себе. Но вот так они радикально взялись за дело. Тем временем, тем временем, в России вот-вот будет побит рекорд по кассовым сборам для российских фильмов. Картина «Движение вверх» про победу советских баскетболистов над сборной США в финале Олимпийских игр 1972 года уже собрала больше миллиарда рублей и почти наверняка превзойдет по кассовым сборам действующего рекордсмена фильм «Последний богатырь» он собрал за все время проката миллиард семьсот миллионов. Подобного успеха от спортивной драмы, ну уж вообще никто не ждал, фильм много критикует за исторические неточности. Наследники главного тренера советской сборной Владимира Кондрашина из-за вольной трактовки событий даже не дали создателям фильма согласие на использование личных данных тренеров. Кино у него, поэтому, другая фамилия. И интересно еще вот, что один из игроков той советской сборной 1972 года, Анатолий Полевода, отказался участвовать в проекте, так как является гражданином Украины. Он заявил, что считает невозможным работать с российской съемочной группой в то время, как идет война на Донбассе. О чем на самом деле этот фильм российского режиссера Антона Мегердичева? О чем он снял свою драму? И какую роль в успехе картины играет противостояние Советского Союза и США? Я также сегодня спросил у главного редактора искусства кино Антона Долина. Русские продюсеры, русские кинематографисты это совершенно особенная порода людей. Они никогда не бывают довольны победой половинчатой. Конечно, в ту секунду, когда фильм только стартовал, он не сразу разгонялся. Наверное, они очень волновались и, наверное, обрадовались, когда фильм стал собрать больше, больше и больше. И, скорее всего, бутылку чего-то, ну, может быть, не обрал дёрсу, а пиво откупорили, когда фильм преодолел отметку в миллиард. Миллиард рублей – это такая важная психологическая отметка. Но это большой, дорогой, сложный фильм, к которому готовились несколько лет. На самом деле, работа неординарная. И поэтому, мне кажется, сейчас они хотят, конечно, рекорда. Они хотят победить, если не последнего богатыря, то хотя бы «Сталинград», стать хотя бы фильмом номер два за всю историю российского проката. Уверен, что прицеливаются на это и собираются шампанское пить только после этого. Мне кажется, успех фильма совершенно не неожиданный. То есть, с моей точки зрения, когда я посмотрел его, еще была не совсем окончательная версия, некоторое время назад, я просто увидел, что это блокбастер, это хит, он очень здорово сделан. Он действительно сделан командой одного из самых успешных фильмов последних лет, «Легенда номер 17». И, с моей точки зрения, превосходит его по кинематографическим качествам. Значит, должен был превзойти и по сборам. Тем более, что «Легенда», собравшая очень неплохо, выходила не на праздники. Этот фильм вышел все-таки на праздники. Длинный уикенд, расчищенный прокат, огромное количество экранов. Ну, то есть, результат закономерный. Как вам кажется, успех фильма связан, ну, вот химия успеха фильма в том, что есть понятное противостояние двух команд и двух систем, и двух стран, или каким-то образом вот сейчас создатели фильмов про спорт угадали желание посмотреть на экране что-нибудь про советских, там, я не знаю, российских спортсменов. Можно это угадать разом? Ну, я могу только давать свое предположение, да, кроме как социологическим вопросам зрителей, мы не можем точно знать ответ на этот вопрос. Значит, с моей точки зрения, все разговоры о реваншизме, о том, что это фильм про то, как наши побили Америку, это разговоры глупые. Их ведут люди, которые не смотрели фильм или смотрели его сквозь специальную, специфическую призму, которая не позволяет им видеть то, что действительно происходит на экране. В этом фильме нет никакого противостояния советских спортсменов и американских, кроме, собственно говоря, спортивного матча. Мы ничего не знаем об американцах, они не являются злодеями фильма, они вообще не являются героями фильма, они там все второстепенные. Это фильм о противостоянии человека, который делает свое дело вопреки всему, и государственной машины, которая хочет его победы, но препятствует ему жить своей жизнью. Вот о чем эта картина. Эта картина по замыслу, ну, страшно так сказать, она чуть ли не диссидентская, и уж точно клюквенного патриотизма в новейшем русском понимании слова там нету и близко, фильм совершенно не про это. Более того, все спортсмены этой команды и тренер постоянно задаются вопросом, а почему им так важно победить? А почему им так необходимо участвовать в этой команде? И ничего, кроме чувства собственного достоинства и ощущения какого-то братства, в качестве ответа к ним не приходит. У главного же героя, которого сыграл Машков, у него и вовсе очень четкая мотивация. У него очень больной ребенок, у него нет денег и возможности лечить его за границей, и он не доверяет советским врачам. Совершенно непатриотическая мотивация. И поэтому он бросает абсурдность с точки зрения системы вызов американцам, понимая, что если он выиграет невероятный матч на Олимпиаде у американцев, то ему разрешат все, что угодно, в том числе вылечить ребенка за границей, что, в общем-то, и происходит. Еще о кино. На нашем канале уже 15 января стартует сезон новых документальных премьер. А сегодня в рамках показа лучших лент 2017 года смотрите украинский фильм «Главная роль» на Берлин. Об актрисе, которая дебютирует в документальном кино, снималась у своего сына. Представь себе, что это не документальный фильм, а игровой, художественный. Самогонку развела, как ты просил. Ну, так я зайду. А ты не считаешь, мама, что как-то иначе могла сложиться твоя жизнь? Сергей, очень сердитый на тебя за то, что ты не надел куртку утром. Что я не добрая была? Это была моя судьба. Я на этом с вами прощаюсь. Как вы заметили, наша передача вернулась в полном составе. И я вместе с нашим шеф-редактором Андреем Сыгановым. На сегодня с вами прощаюсь, а завтра вернусь в эту студию, а он в нашу аппаратную. Мы вам расскажем что-нибудь новое. Пока. Субтитры подогнал «Симон»